Мы Пугачева Александра Пугачева хорошо знаем. В июне 2014 года он проходил лечение в больнице Мечникова. Тогда было ранение вправо и легкое, удачно проведенная операция. Сам Юрий Юрьевич Скрибец участвовал в извлечении пули 9-мм. Есть характерный рубец на теле. И когда вчера в 17.20 Пугачев обратился за помощью, у наших врачей после осмотра не было никаких сомнений, что именно это тот, которого ищет милиция. Его повезли на компьютерный томограф, вызвали полицию, которая молниеносно приехала, окружила наше здание. И после диагностического исследования раненый подозреваемый был арестован. И уже все дальнейшие действия происходили в присутствии охраны силовых структур. Он как раз пришел вовремя. Он пришел вовремя и это позволило провести операцию, по сути, с колес, без всяких проблем. Из-за многих вопросов, как он так долго мог, с 10 утра, с 5 вечера, будешь на ногах? Очень компенсированный, компенсированный, физически здоровый парень, тренированный. И это ему позволило, вот эти несколько часов, небольшая кровопотеря, небольшая кровопотеря. При таких ранениях это очень небольшая кровопотеря. Не выбило у него сил для того, чтобы он мог добраться до больницы. Он мог бы еще при таком состоянии ранить ни одного полицейского. И слава Богу, что его здесь блокировали. Нет, по сути, не сопротивлялся. Он не имел такой возможности, потому что был на аппарате, компьютерном томографе, по сути, вложенный. И сопротивляться очень сложно. Он назвал себя Михаленком. Он думал, что его не опознают. Очень хорошо видно характерные пулевые ранения. И врачей не было никаких сомнений, что это пуля, что это свежая пуля. А у него не было никаких сомнений, что он без помощи врачей выжить не сможет. Он по пути сказал, что я знаю, что мне здесь помогут. Я здесь был. Это были такие слова, которые услышали наши коллеги. Наверняка знал, что с пулевым ранением в живот не выживает. Наверняка знал, потому что если бы не было помощи, то он уже погиб. Еще скажите, многие говорят, что он не похож на те свои фотографии, которые вот 2014 года размещаются. Вот если бы не эти шрамы, визуально его легко узнать? Очень трудно узнавать всех тяжелородных бойцов, когда они поступают с поля боя. Они очень меняются, когда их отмывают, стрягут, приводят в порядок. Ну, мы знаем Александра Пугачева с июня 2014 года. Я думаю, что наверняка это он. Имея такие характерные шрамы после пулевых ранений, трудно сделать другое предположение. А все остальное это дело в полиции. Состояние раненого подозреваемого Пугачева стабильное. Вчера вечером его прооперировали. Профессор Котовой сделал резрекцию кишечника. Пулей кишечник тонкий был разбит в четырех местах. Операция успешна. Пуля извлечена. Раненый бандит идет на поправку. Только что провели обход. Динамика положительная. Отвечает на вопросы. Я надеюсь, что до конца недели он уже сможет ходить и подниматься. Если лечение пойдет в том же возле. Возле нашего подозреваемого очень много охраны. Старается максимально компенсировать его. И передвижение. И очень сложно даже пройти врачам, чтобы оказывать помощь. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...